Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию видеообзор по техническому анализу основных валютных пар. Рассмотрим валютные пары с евро, британским фунтом, японской иеной, канадским долларом и австралийским долларом. Сегодня 24 января 2020 года, пятница. Заканчиваем рабочую неделю. Надеюсь, для многих она была успешной и плодотворной. Сегодня день подведения недельных итогов и построения планов на грядущую неделю. Давайте посмотрим, каковы наши перспективы на ближайшие торговые сессии. И как всегда, начинаем с валютной пары евро-доллар, которая вчера предполагаемую смену приоритета на восходящие не подтвердила. Пара после теста уровня сопротивления на 1.1096 резко начала снижаться ниже ключевого уровня на 1.1073, достигнув отметки 1.1036, где продолжила консолидироваться. Таким образом, я возвращаюсь к предыдущему базовому сценарию на продолжение снижения. При этом возможен локальный коррекционный рост до сопротивления на 1.1073, отбой от которого позволит цене направиться к первой цели на уровне 1.1025 с потенциальным прохождением до уровня 1.0989. Британский фунт по-прежнему торгуется в рамках широкого диапазона и, по всей видимости, вчера достиг его верхней границы, около которой торговался всю сессию. Пара встретила сопротивление в области 1.3151 и консолидировалась ниже уровня с небольшим понижательным уклоном. При этом ключевой уровень, определяющий приоритетное направление, это отметка 1.319. Судя по всему, есть шансы возврата цены под этот уровень, что снова актуализирует прогноз на снижение. В данный момент цена как раз торгуется ниже этого уровня. В этом случае цена начнет возвращаться к середине диапазона, где первой целью выступает уровень 1.3040, вторая цель расположена на уровне 1.2994. А вот японская иена радует постепенным продвижением в направлении основного сценария. Вчера пара продолжила снижение, достигнув отметки 1.10926 и лишь немного не дошла до обозначенной цели в районе 1.10918. Таким образом, базовый прогноз на снижение сохраняет свою силу и имеет шансы на продолжение. Возможно, локальная коррекция до уровня сопротивления 1.10980. В этом случае отбой от уровня позволит цене направиться к первой цели на 1.10918 с потенциальным достижением второй цели на 1.10893. Ну и вот канадский доллар вчера корректировался по отношению к предыдущему росту, снизившись до отметки 1.3124, но остался консолидироваться выше разворотного уровня на 1.3114. Это позволяет оставить в силе приоритетное направление прогноза на рост. При этом ключевой уровень поддержки расположен на 1.3114. Тесты отбоя от которого позволят цене направиться к новым локальным максимумам с первой целью в районе отметки 1.3189 с потенциальным продолжением роста до отметки 1.3214. Ну и последнее по австралийскому доллару. Ситуация осложнилась и стала несколько запутанной. Вчера пара достигнув отметки 0.6876 остановилась, а затем и вовсе снизилась к уровням поддержки на 0.6839, тем самым отменив смену приоритета. Сейчас пара имеет примерно равные шансы как на рост, так и на снижение. Я осторожно предположу, что цена может все же продолжить снижаться. Для реализации этого прогноза необходим тест и отбой от ключевого уровня на 0.6855. В этом случае цена направится к ближайшим уровням поддержки на 0.6804 и 0.6774. В свою очередь рост и закрепление выше уровня 0.6855 отменяет данный сценарий и меняет приоритет на восходящий. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Это был обзор по техническому анализу от компании TECMIL. С вами был Арман Бесимбаев. До встречи в следующем выпуске. Всем удачи и профитных сделок. Всем пока.